Дружина Игоря Осенькина остается в РПЛ. Это, пожалуй, важнейший итог сезона для болельщиков клуба с берегов Волги. Чтобы сохранить прописку в элитном дивизионе, крыльям советов нужно было брать три очка в матче со столичным Спартаком, грозным соперником, который имел теоретические шансы на серебро турнира. Забегая вперед, отметим, что амбиции народной команды еще в первом тайме похоронил ЦСКА, обыгравший Ростов-Карпина со счетом 4-1. Подопечные Абаскаля об этом знали, но все равно бились за победу, чтобы не потерять лицо перед многочисленной армией фанатов. Волжане в матче со Спартаком терпели все – грязные выходки столичной скамейки, боль, грубую игру и сдерживали опасные атаки соперника. В этот вечер Фортуна улыбалась хозяевам. Все основные события произошли во втором тайме. Сперва аргентинец Гарре изящным и сильным ударом расстрелял владение Максименко, а затем в игру вступил третий голкипер Самарцев-Фролов. Евгений Хладнокровно отразил пенальти одного из лучших бомбардиров первенства «Промиса». «Зенит» в параллельном матче минимально обыграл «Факел» прямого конкурента, крыльев в борьбе за спасительную 12-ю строчку и волжане остались в РПЛ. После финального свистка Амелина все футболисты Самарского клуба выбежали на поле вместе с тренерским штабом. Главный творец маленького чуда Игорь Осенькин утонул в объятиях подопечных прямо в центральном круге. Под таким давлением, которым мы были последние месяцы, остаться самим собой, не упрощать игру свою, а играть в то, что мы умеем, это очень важно. Один из главных творцов победы над «Спартаком» Евгений Фролов очень скромно оценил свою игру в ключевом эпизоде поединка. Я не могу сказать, что я думал, знал что-то, нет, просто упал. Удача сегодня была на нашей стране. После матча игроков и тренеров поздравил глава региона Дмитрий Азаров. Во многом, благодаря усилиям губернатора, профессиональные футбольные клубы из Самарской области громко заявляют о себе на всю страну. Сегодня у вас появилась возможность характер проявить и мастерство, конечно, тоже. Все сегодня это было. Спасибо за сегодняшнюю игру. И за новые победы! Волжские футболисты отправляются в отпуск, но уже совсем скоро вновь соберутся вместе, чтобы начать подготовку к новому сезону РПЛ. Он стартует во второй половине июля. Мы будем освещать все игры «Крыльев Советов» на домашнем стадионе в Самаре. Следите за нашими социальными сетями. Анатолий Головко, Константин Головин. События. Константин Головин. Продолжение следует...